добрый день дорогие добрый день дорогой андрей александрович шесть дней отдай миру седьмой день отдай богу как говорится кесарю кесарева богу божье понимаем что выходной день надо быть более внимательными для себя отдыхаем что-то осознаем понимаем включаемся я вас поддерживаю сопровождаю нашей школе есть да я руководитель школы практического хиллерства и президент международной ассоциации специалиста практического целительства и оздоровительных методов сколько нам стоило внимание и сил для того чтобы зарегистрировать ассоциацию международную как всегда различные препоны например минюсти спросили нас мы хотели зарегистрировать международная ассоциация специалистов практического хиллерства хиллер что не пропустили что-то ассоциация хиллеров киллеров и тогда уже и спокойно закрыли глаза до слова целительства поэтому международная ассоциация специалиста практического целительства и оздоровительных методов и ом оздоровительные методы и так в нашей школе приходят люди разные профессии но задачи у них разные а цели одни это самосовершенствование это осознание себя в жизни улучшение качества жизни обучение целительству хиллер целитель приведение в цельное состояние только свою жизнь но и жизнь тех кто рядом с нами поэтому сначала это ученик который просто любопытствует читает статьи смотрит видео что-то в себе оценивает включает здравый смысл и чувствует что ему нужно более интенсивно позаниматься с ним попривлизиться к учителю и возникает уже процесс практического целительства уже практический хиллер можно сказать человек заниматься практиками дышать развивать себя назовем его практический хиллер четырех направлениях развивается путь сердца по которым мы идем и предлагаем вместе с нами идти это просвещение просвещаем то что знаем объясняем рассказываем и видим тех людей которым это более интересно и хочется с нами развитие знания тогда наступает второй период преподавание каждый из нас учитель сам себе наставник учитель не говоря о том что взгляд со стороны он более лучше виден какие-то грехи непонимание человека поэтому люди за советом к нам приходят и несколько совет нужен сколько наше мироощущение восприятие осознанность и соответственно мы знаем уже как с такими людьми взаимодействовать не вовлекаться сохраняет свою внутреннюю чистоту поэтому преподавательство преподавательская деятельность она необходима каждому из вас для вашего совершенствования для вашего духовного роста сначала ты ученик потом наставник сначала ты пациент ученик потом и наставник вот такая трансформация в нашей школе международной школе практического химия что происходит далее третье направление для нашего развития самоцелительство как акт сострадания и взаимодействия где мы оцениваем состояние человека его физическое душевное состояние и необходимым советами личным примером непосредственно контактным бесконтактным методами целительства приводим человека в порядок в короткий срок и обучаем его как поддерживать потом в дальнейшем хорошее физическое самочувствие и душевное равновесие это всегда двухсторонняя связь эта связь между центробежная и центростремительная сила действует это их нам и от нас исходит исходящие энергии поэтому нужно много наблюдать за собой трансформировать себя заниматься а как можно прогрессировать трансформировать переходить на новый квантовый уровень восприятия новый переход новые вибрации волны это паломничество четвертый путь путь сердца это паломничество посещение мест силы встреча с наставниками и учителями позволяет нам как раз пробудиться осознавать себя включаться находясь рядом в пространстве учителя происходит сонастройка посвящение инициации важный момент и мы подгадываем определенные временные промежутки тогда когда связь между человеком и космосом истончается и можно совершать эти прекрасные действия сонастройки посвящение осознания различные другие практики взаимодействие со стихиями часто приезжают паломничество на океан и клавать не умеют или боятся воды детские страхи и ты сам показываешь проводишь как нужно взаимодействие с океаном как освободить колоссальный класс свои ментальные жизненные силы как себя прокачать включиться в поток так и происходит наше паломничество поездки далее человек обновленный включается в жизни но нет стресса уже не как турист поехал и поехал там на святое место от нечего делать без смысла просто поехал отдохнуть и приезжает соответственно что с ним происходит создаётся структурное напряжение он очистил себя а пространство другого уровня он возвращается измененный а пространство выталкивает возникают различные конфликты социальные межличностные финансовые проблемы возникают чтобы этого не происходило нужно не с первого класса 10 перепрыгивать а постепенно и поэтапно одну секунду постепенно и поэтапно себя трансформировать не из крайности в крайность например человек раз решил заняться своим питанием и сразу вас кезу в голос не изучив все эти явления какие могут произойти побочные эффекты я к чему это говорю к тому что наша школе как раз мы прогрессируем занимаемся сначала это ученик потом практический потом практический целитель далее мастер практического хилерства и магистр первой среди равных которые организуют свои направления школы развивается занимается привносит свои какие-то внутренние элементы озарения и инсайтов добавляет в традиции школы ну и соответственно дверь для счастья всегда открыта мы взаимодействуем сопровождаем наших учеников до уровня магистра но в любой момент человек может как зайти в это пространство позаниматься и взять то лучшее необходимое для улучшения качества жизни и спокойно продолжать свой индивидуальный путь никто не наставит на том чтобы человек от иду отработал дело добровольная школа дело добровольное и так мы сегодня поговорили вкратце о нашей школе школе практического хилерства она продолжает существовать занимается наши мастера и магистры в разных странах проводят обучающие программы семинары проводят такую же деятельность как их учитель и так дорогие сегодня у нас седьмой день когда мы освобождаем и соединяем несоединимое работаем на энергии предназначения когда мы осознаем включаемся в ритм исцеляемся исцеляем и так подышим некоторое время представляем поток фиолетового цвета сверху вдох и мягко ваше тело выдох поток фиолетового цвета вдох и каждая клеточка наполняется светом смыслом настоящий моментом поток фиолетового цвета вдох ваше тело выдох замечательно и так мы сонастроились на продолжение выходного дня очень внимательно будем собраны но без напряжения и стресса по отношению к родным и близким любим исцеляем защищаем бережем намастэ дорогие намастэ андрей александрович благодарю люблю хорошего дня отличного дня дорогой андрей александрович намастэ намастэ дорогие